Родник, она полностью в воде сидит. Вот там практически просто никто не выходит. Все ожидания жителей уже давно размыты. Осеннее половодие явление привычное. Оно накрыло единственный проезжий мост на селе. Осторожничает даже тяжелая техника. Уже три месяца вот такое болото. Общие колхозные отчетно-выборные собрания. Каждый год нам обещают асфальт, да, Арыска и хороший мост. И будет в бюджете денег и будет вам мост. И ни черта нету, уже 17-й год кончается. И таким обещанием не менее пяти лет. В одной части села, магазины и административные здания, в другой – дома и пастбище. Корабль попала в трубу и вышла с этой стороны. Живая, я говорю, что у тебя в крови только она. Назвать это сооружение мостом, просто-напросто язык не поворачивается. И вот такой вот уровень воды для ноября явно нонсенс. По словам жителей, здесь она с каждым годом только увеличивается и прибывает. Передвигаться действительно опасно. А вот здесь вот находятся три трубы, но они явно не помощники. Уже давно забиты, по словам местных жителей, и воду не пропускают. С полотина, когда воду спускают, такой поток идет. Весь вот эта грязь в трубы втыкает. Председатель сельского поселения утверждает, с трубами все в порядке, но вытащить мост 65-го года постройки из-под воды силами сельского бюджета не может. Насыпает вот этот мост с черенкой. Ну, опять весной смоет. В прошлом году здесь как альтернативу проложили пешеходный мост, но все равно 50 домов деревни Казанка превращает в остров. А так мы как отрезанные от большой земли, всю жизнь было так. Проект нового моста готов, но чтобы построить, нужны республиканское и федеральное финансирование. Неоднократно обращались по этому вопросу к министру. Он сам лично приезжал, смотрел. Проект существует, и там сумма очень большая, около 300 миллионов. Маловероятно, что деревня выплывет и в 2019 году. Слишком высокая цена вопроса. Альбина Минебаева, Данил Филатов, ТНВ, Арский район.